Радио «Вера» представляет Преподобная мученица Феодосия жила в VIII веке в Константинополе. Ее родители рано умерли. Девочка воспитывалась в монастыре. Когда Феодосия подросла, она раздала бедным родительское наследство и приняла монашеский постриг. На часть средств она заказала для монастыря красивейшие иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии. В это время в Византии воцарился император Лев Исавр. Он издал приказ повсеместно уничтожать иконы, так как считал, что они ничем не отличаются от идолов. В Константинополе существовали тогда ворота, называвшиеся Медными. Более 400 лет над ними находился Медный образ Спасителя. Иконоборцы решили снять образ. Православный народ во главе с Феодосией и другими инокинями бросился на защиту иконы. Они опрокинули лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ. Император узнал о волнениях и отдал приказ перебить всех монахинь. Феодосию, как зачинщицу, бросили в тюрьму. Ее жестоко избивали в темнице, а потом повели по городу в назидание всем почитателям икон. Феодосия не выдержала мук и скончалась. Тело преподобной мученицы было тайно похоронено. Потом, на этом месте по молитвам к святой Феодосии, не раз происходили чудесные исцеления. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости в исповедании своей веры, самоотречения и жертвенной любви к Богу. Церковь вспоминает преподобную мученицу Феодосию Константинопольскую и просит ее – моли Бога о нас. Наивысшим авторитетом в церкви обладают решения Вселенских соборов. Сегодня церковь торжественно вспоминает первый такой собор. С IV века гонения на христиан прекратились. Но внутри самой церкви стали возникать ереси – учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению в город Никею близ Константинополя в 325 году собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учители церкви – святитель Николай, архиепископ Мерликийских, святитель Спиридон, епископ Тремифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал, «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Прославляя святых отцов, мы просим их. Молите Бога о нас. Святитель Лука, архиепископ Крымский, в миру Валентин Война-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. После окончания гимназии, несмотря на любовь к живописи, он решил заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и выбрал медицину. С 17-го года Война-Ясенецкий возглавлял госпиталь в Ташкенте и работал хирургом. Там он пережил горькую утрату. От туберкулеза скончалась жена. Валентин с еще большим рвением занялся медициной и преподавательской деятельностью. Война-Ясенецкий часто принимал участие в диспутах на духовные темы. После такого собрания епископ Ташкентский Иннокентий прямо сказал ему, «Доктор, вам надо быть священником». Валентин тотчас согласился. Вскоре его тайно посвятили в сан епископа. С этого времени начался крестный путь владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили его стремление исполнять свой архипастерский долг и служить людям в качестве врача. Епископ удостоился как церковных, так и советских наград за труд в годы войны. С 46-го года до самой своей кончины, в 61-м, владыка Лука был правящим архиереем Крымской епархии. По молитвам к владыке Луке совершались многочисленные исцеления. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Святитель Лука говорил о себе. «Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе. Ныне Его житие и чудеса, совершаемые Господом по молитвам к Святителю, главная проповедь архиепископа Крымского. Мы прославляем Святителя Луку и просим, моли Бога о нас». Икона Божьей Матери, Споручница Грешных получила свое имя по надписи, сохранившейся на иконе. «Ас, Споручница Грешных, к моему сыну». «Споручница» означает «поручительница». На иконе Богоматерь изображена с младенцем Христом на левой руке. Он обеими своими руками держится за правую руку Богородицы. Главы Богоматери и младенца увенчаны коронами. Этот образ обрел свою славу в середине XIX века. Он находился в Николаевском Одренне монастыре на Брянщине. Икона была уже ветхой и не пользовалась должным почитанием. Ее перенесли из храма в старую часовню у монастырских ворот. Но однажды многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена чудотворной силой. По молитвам к Богородице перед этим образом могут исцеляться недуги душевные и телесные. Икону торжественно перенесли в церковь. К ней стали стекаться верующие со всего края. Первым выздоровел парализованный мальчик. Перед иконой долго и горячо молилась Царица Небесная и его мать. Образ особенно прославился, когда краю угрожала эпидемия холеры. В монастыре в честь иконы Споручницы Грешных был построен большой храм. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу. Но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя икону Божьей Матери, именуемую Споручницей Грешных, мы просим Царицу Небесную. Богородица, спаси нас! Богородица